Всем привет! В данном видео пойдет речь о попытке ремонта адаптера ELM-327 mini. Это вроде как версия 1.4, блютусная. Мне ее прислал один мой знакомый для эксперимента, поскольку она перестала у него работать. Ну то есть вообще не подает признаки жизни этот адаптер. Я его тут немного подразобрал. Крышка вот эта верхняя находится на двух защелках. То есть вы ее чуть-чуть поддеваете, желательно чем-то пластиковым, и она снимается. Итак, сейчас я вам попытаюсь показать более детально, из чего этот состоит адаптер. То есть, как видим, верхняя плата с вот этим чипом BK3432, вроде как маркировка Backlin, или что-то такое, она плоховато видно достаточно, она мелкая. Это, скорее всего, блютус-модуль. Плата двухэтажная. Особенно хочу обратить ваше внимание на то, что зазор между вот этим кварцевым резонатором и контактом припаянным, ну вообще практически. То есть вот это вот кварцевый резонатор, и вот это контакт самой BD-колодки. Тут зазора, ну, я не знаю, какие-то, наверное, 0,2 мм, если не меньше. А он сам как бы металлический. Ну это такое. Сейчас я попытаюсь подать питание на него и посмотреть, что вообще происходит. На этой плате есть стабилизатор напряжения. Вот это вот такая трёхпиновая штуковина. Сейчас я вам покажу его маркировку. Ну и дальше попробуем потыкать в него. Маркировка AMS 1117. И 5.0 указывает, что это стабилизатор напряжения на 5 вольт. Ну можете посмотреть в интернете, что это за стабилизатор. Там аналогов куча всяких. Итак, для того, чтобы подать питание на него, есть у меня такой блочок на 12 вольт. И соорудил я небольшой тут переходничок. То есть тупо взял, какие контакты у меня были. Ну обычные вот эти вот. Присобачил их к питанию через вот такую штуку была у меня. Для экспериментов, для всяких. Куда мы подключаем? То есть смотрим. Есть у нас вот этот вот ключик. Ориентируемся на него. Вот таким образом ставим. Вот эти два штырька, два контакта, которые выступают, это минус. То есть на любой из них мы подключаем минус. Самый крайний левый, если мы так держим разъём, мы подключаем вот сюда плюс. Итак, минус на любой из вот этих вот. То есть он четвёртый либо пятый по счёту, если слева направо считать. Подключаем. Подключаем плюс. Оно так держится весьма условно, но не суть. То есть подключили. Подал я питание 12 вольт, и сейчас посмотрим на то, что у нас находится на регуляторе напряжения. Для этого мы берём щупы и подключаем. То есть сюда это минус у нас. Здесь должно быть чуть ниже, чем 12 вольт, поскольку это питание на сам регулятор напряжения идёт через, на стабилизатор напряжения, идёт через диод. То есть там падение где-то 0,5 вольт. Есть оно у нас. Смотрим, что уходит у нас на питание самого модуля. А на питание модуля как бы ничего не уходит. Должно идти 5 вольт. То есть вот этот вот средний контакт. Ещё раз проверяем. То есть ничего у нас нет. Здесь почти 11,6 вольт. Итак, понятно, что стабилизатор напряжения скорее мёртв, чем жив. Ну что ж, дальше будем пробовать ремонтировать. Для отпайки я буду использовать вот такую вот оплётку. Мы её спирто-канифолиевым раствором, флюсом, так сказать, чуть-чуть промазываем. Берём наш паяльничек. Вот сначала прогреваем. Раз. Чтобы у нас точно это всё было. Чуть-чуть пропаяем. Так. И теперь вот таким макаром, то есть нажимаем и удаляем остатки припоя. Ну, хочу вам сказать, что операция эта достаточно марудная. Ну, и требует некоторой усидчивости. То есть вот таким образом это всё происходит. раз, краешком так проходим, греем и убираем припой. Иногда оно у нас плохо догревается, но ничего. Мы в следующий раз подберём остатки. Ну, как-то, как-то так. Итак, ну, наконец-то я распаял это всё дело. Намучился, конечно, потому что отверстие тут с металлизацией, поскольку плата многослойная. Сейчас покажу, какой микроконтроллер тут стоит. То есть пик микроконтроллер. Ну, и нижняя плата. Тут, скорее всего, какое-то согласование уровня. Ну, и, собственно, вот этот стабилизатор напряжения, который сдох. Так. Ну, тут, как видно, китайцы также не заморачивались. Даже вот флюс не отмыли. Ну, сейчас по-быстрому откушу вот эти вот ноги. Отпаяю, в общем, этот стабилизатор. Ну, поскольку паяльной станции у меня нет, то технология отпайки очень проста. А перекусываем вот эти вот ножки. Ну, тут одной я еще не докусил. И дальше мощным паяльником просто отпаяем вот эту вот часть. И у нас стабилизатор отходит от платы. Ну, отпаял я, в общем, этот стабилизатор. Сейчас назад припаяю новый. Ну, и будем смотреть, что из этого получилось. Вот запаял я новый стабилизатор напряжения. Маркировка у него LD. То есть, производитель другой какой-то. Ну, и сейчас буду запаивать верхнюю плату. Итак, короче, заработал этот адаптер. Я его уже проверил телефоном. То есть, он определяется по Bluetooth. К сожалению, мой телефон его не поддерживает полноценно. Так что, на работоспособность проверить не могу. И сейчас потыкаем, что там по напряжению получилось. То есть, минус я отсюда возьму и аккуратненько сейчас попытаюсь сюда попасть. Ну, то есть, практически 5 вольт ровно. Мои трясущиеся руки, как обычно. Ну, и напряжение на входе 11.46. Вот и все. Вот такой вот ремонтик. В принципе, очень бюджетный. То есть, сам адаптер стоит где-то около 250 гривен. А вот эта деталь, она там в районе 8 гривен стоит. То есть, очень малыми средствами как бы можно починить свой адаптер. У меня все. Всем спасибо за просмотр. Всего хорошего.